Всем хорошего дня! Вы снова на канале бесконечно захватывающий быт. И сегодня мое новое видео. Вы видели в прошлый раз, что я начала шить заготовки для чехлов на садовые качели. Хочу показать вам, как я придумала организовать при работе вот эти все лоскуточки, чтобы они не были раскиданы. Такая вот коробка от детского конструктора у меня очень помогла мне сделать из нее такую палитру. И вечером после работы можно было все очень быстро убрать. Все было перед глазами и в то же время аккуратненько все так вот лежало. Дальше для проекта мне понадобится изнаночная сторона моих чехлов, то есть вот эти задние стенки. Для этого я также буду использовать лоскут весовой от MagnoTex. Вот такие куски. Нарезаю их на квадраты 12 на 12 сантиметров. Размеры все мои. Какие там качели могут быть у вас. Вы уже там будете ориентироваться сами. Выкладываю блок 5 на 5 квадратов. Таких блоков мне нужно будет 6 штук. Чтобы не запутаться в какую сторону, что мы сшиваем, не сместить потом рисунок, который мы выбрали. Предлагаю вот такие булавочки-маячки цеплять на край. После того, как все сшили-разгладили, у меня получился вот такой блок. Один из шести. И дошила я свои розы при помощи той зеленой ткани, которую я заказала. У меня тоже 3 комплекта по 6 розочек таких, так как у меня 3 сидушки. Те розы, которые меня не устроили и были совсем не розы, превратились вот в такие подставки под горячее. Две штучки с этой стороны вафельная ткань. И один из неудачных блоков превратился в такую вот подушку. Подушку я сделала без окантовочной бейки. Это способ, когда изнанкой подворачиваешь 2 раза и прошиваешь, и получается вот такая вот лепота. Дальше мне нужны блоки, которые будут как бы самим сидушками, скажем так. Для этого я взяла опять же весовой лоскут от Магнотекс. Из двух полосок сшила одну. Ткани вы видите в не очень хорошем состоянии. Присланы мне по блату, как блогеру. И вот из них я буду шить, делать основу для своих блоков. Для этого я из того же бумажного шаблона 19 на 19, использую его как ориентир. Вырезаю квадраты уже со стороной примерно 20 сантиметров, чтобы был запас на какую-то корректировку. Дальше. Для работы я приготовила вот такие вот ткани. Это порезанная новая зеленая ткань. Вы видели ее в видео. Разрезала я ее акционно. От темного к светлому выбрала части. И вот такие компаньоны светло-такие коричневенькие. Лоскуточки, тоже весовой лоскут. Весь дырчатый, весь такой прошитый был. Ну, я шью для домашнего использования. Поэтому не особо на это внимание как бы обращаю, что там что-то не так. Пришивать я буду эти полоски методом, может быть, который вам уже знаком. И называется он шитье по бумаге. Только здесь вместо бумаги у меня будет ткань. Это придаст дополнительную прочность качелям. Моим, вернее, чехлам. Центральная полоса будет самой темной. Ее пришиваю с одной стороны. Просто чтобы закрепить. Можно клеем приклеить, можно паутинкой, как угодно. И дальше уже чередую коричневые и зеленые полосы в две разные стороны. После того, как я все прошила, у меня получился вот такой вот блок. Теперь его нужно выровнять до рабочего состояния. В моем случае это 19 на 19 сантиметров. Тут мне опять на помощь приходит мой бумажный шаблончик. Чтобы получить идеальный квадрат с лицевой, потом стороны. Я углы квадрата соединяю с центром вот этой средней центральной линии. И потом, после того, как я переверну, вот то, что я отмечу, у меня будет ровный квадратик. По периметру провожу обычным фломастером полосы. Такие контрастные, чтобы было хорошо видно. Провожу обычным фломастером. Если вы сомневаетесь, что, может, боитесь, что он проявится или еще что-то, можете использовать какой-то водорастворимый маркер или самоисчезающий. Сейчас, слава богу, большое количество такого товара в магазинах нам предлагают. И теперь просто по периметру нужно проложить строчку. 2-3 миллиметра стежок, на ваше усмотрение. После того, как я прошила, получилась такая лохматушка. Нитки я даже не убираю, потому что они сейчас автоматически все при выравнивании сторон удалятся. Все, что я обрезаю, естественно, не выбрасывается. Идет все в мою пролитную коробочку, где собираются все одинаковые отрезики ткани. И потом это все будет применяться, скорее всего, в технике пицца. Вот такой блок у меня получился 19 на 19. Я долго думала, не применить ли мне здесь блок изба. Но, представив себе конечную картину, поняла, что изба сильно оттянет на себя визуально какой-то рисунок. Поэтому вот мои заготовки. На сегодня я видео заканчиваю. Шью дальше, шью практически с колес. Поэтому очень переживаю о том, что у меня получится в конечном итоге. Все вам покажу, расскажу. Надеюсь всех вас увидеть на своем канале. И большое вам спасибо. До следующего видео.